Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как в Самаре пройдет день физкультурника? Как развивается массовый спорт в городе? Об этом говорим сегодня в нашей студии руководитель управления Министерства спорта Самарской области Дмитрий. Чесалин и заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Самары Сергей Четверяков. Здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич Сергей Валентинович. Скажите, пожалуйста, если можно, помните ли вы из истории празднования Дня физкультуры в городе какой-то такой знаменательный день, который вам особенно запомнился раньше? Или был какой-то спад, а потом подъем? Или ежегодно это проходит приблизительно в одном и том же ритме и ты? Ну, вы знаете, День физкультурника – это очень своеобразный праздник, да? Наверное, у каждой специальности есть свой профессиональный день. День физкультурника, он объединяет не только работников сферы физической культуры, а всех любителей здорового образа жизни, активного образа жизни. Поэтому это более широкий праздник, который вовлекает сюда большое количество людей. И специфика профессионального праздника, что наши физкультурники выходят на площадки и работают с населением. Ну, конечно, как вы сказали, был определенный спад с прошлого столетия, еще со времен СССР, когда День физкультурника достаточно массово праздновался. Был определенный спад, этому есть объективные, есть субъективные причины. Но самое главное, что с началом 21 века очень высокая потребность у людей заниматься спортом. Вообще разворот такой произошел на здоровую образу жизни. Да, и День физкультурника становится таким объединяющим днем, который показывает наше единство всего физкультурного сообщества. Сергей Валентинович, когда будет праздноваться в этом году День физкультурника, и будет ли он настолько массовым в Самаре? Что для этого сделать? Ну, мы на это очень надеемся. Празднуется День физкультурника, как обычно, 2 суббота августа. В этом году это 12 августа. Обширная программа подготовлена для жителей города во всех городских, внутригородских районах. И центральное празднование на второй очереди набережной реки Волга. Это будут какие-то состязания, любительские соревнования, или что? Если привлекаются люди, то, наверное, они должны участвовать. Хочу отметить, очень большая особенность этого года. Министерство спорта совместно с администрацией города уже порядка 5 или 6 лет возродило празднование Большой на набережной реки Волга. Вот, 4-й год мы уже будем на второй очереди набережной делать большой совместный праздник. Но очень большая специфика, что в этом году по инициативе районов городского округа Самара пройдет еще 9 районных праздников, которые позволят приблизить к месту жительства и привлечь жителей на такие соревнования, интерактивные спортивные площадки. А в районах это в каких местах, на каких площадках? Во дворах, на стадионах или где это будет? Ну, в каждом районе подготовлены свои спортивные программы со своими особенностями, но по местам проведения, давайте прямо начнем с железнодорожного района. Железнодорожный район будет проходить спортивный праздник в парке имени Щерса. Кировский район будет проходить в поселке Зубчининовка. Физкультурно-развитительный комплекс Невский, который открыт в прошлом году, станет местом проведения праздника. Красноклинский район это стадион Чайка, Куйбышевский район на базе образовательной школы номер 21, Ленинский район это на первую очередь набережной реки Волга под Струковским садом. Есть две спортивные площадки, как и в Самарском районе. Самарский район это тоже третья очередь набережной, это речной вокзал, там тоже универсальные спортивные площадки, там тоже будет проходить спортивный праздник. Вообще в последнее время, извините, вот такая тенденция, что праздники такие массовые становятся семейными. Вы к этому как-то тяготеетесь, стремитесь или в принципе... Вы знаете, тут особенность в чем состоит, что физическая культура, она не просто позволяет улучшить самочувствие, улучшить свое здоровье, повысить качество жизни, но физическая культура обладает феноменальным свойством объединять семьи. Вовлекая разные поколения, дедушки, бабушки, мамы, папы, они вовлекаются в единое действие физкультурное, и конечно, это позволяет укрепить и семейные отношения, и в общем-то в целом эмоциональную часть жизни семьи повысить. Такие соревнования, то и для детей, и для пожилого возраста, и для среднего найдется, да? Ну, программа в районах очень обширная, да, Сергей Валентинович? Ну, я вот хотел бы как раз про семейные старты сказать, что вот действительно в последние годы мы совместно с Министерством спорта Самарской области большое внимание уделили именно семейным стартам. У нас в городе и в области проходит такое соревнование «Моя семья, спортивная семья», где сначала предваряют предварительные соревнования во всех внутригородских районах, потом проходит городской финал. И только лучшие семьи, сильнейшие выходят. Теперь эти семьи участвуют во всех наших городских соревнованиях, вот в частности на второй очереди набережной будет семейный ГТО проходить 12 августа. Поэтому вот эти вот спортивные семьи, они у нас на виду и всегда принимают чувства. А как они мотивированы? Всегда интересно, за что, как бы это грубо ни звучало, выступают, стремятся соревноваться люди и семьи целые, тем более. Ну, конечно, в любом соревновании важна победа, хотя участие немало, не менее важно. Но победа, обязательно предусматриваем призы. И вот Сергей сказал, что 12 числа на набережной пройдет финал областной спартакиады ГТО среди семейных команд. Семейные команды, лучшие из городов, районов будут соревноваться по программе «Готов к труду и обороне». Лучшая семья получит телевизор, остальные призеры получат бытовую технику, и все участники получат, конечно, сувениры. Я надеюсь, здоровья и хорошее настроение. Да, ну, замечательно. Сейчас и погода стабилизировалась, прекрасно все располагает к таким массовым гуляниям и состязаниям на воздухе. Еще интересно, насколько массовым, вот вы планируете, просчитываете, кто, сколько, каких масштабов это достигнет? Ну, на самом деле мы не ставим какие-то задачи. Мы просто хотим, чтобы наши жители пришли, получили максимум положительных эмоций, провели хорошо, качественно, с удовольствием время. Поэтому программа центрального праздника, который состоится, еще раз повторюсь, в субботу, в 11 часов торжественное открытие, на второй очереди набережной. Открытие состоится на Чкаловском спуске, это рядом с Полевой. Пожалуйста, приходите, и после торжественного открытия начнут работать все спортивные площадки. А программа будет сделана таким образом. Будет несколько соревнований. Это соревнования открыты среди любителей по шахматам. Будут не только из Самары, но и из всей Самарской области. Это спартакиада семейных команд ГТО, как я уже сказал. Для всех любителей стритбола это будут всероссийские старты «Оранжевый мяч». Можно прийти, зарегистрироваться и принять участие. Стритбол это что? Стритбол это уличный баскетбол. Это уличный баскетбол, молодежь очень активно играет. Это очень распространенный такой соревновательный вид. Будет еще соревнования по армспорту среди любителей. По настольному теннису. По настольному теннису будут соревнования. Регистрация на соревнования начнется с 9 утра. Поэтому, если вы хотите принять участие, вы можете прийти заранее, начать регистрироваться. После торжественного открытия будут проводиться соревнования. А забегов таких вот на какие-то дистанции? Нет, я дополню еще. У нас соревнования по пляжным видам спорта будут. По пляжному волейболу, по пляжному теннису. Будет очередной тур чемпионата города по пляжному футболу. Будет финал городских соревнований лета с футбольным мячом. Ну и масса площадок. Скажите, пожалуйста, известные спортсмены, может даже не только из нашего города, будут задействованы? Потому что мы привыкли к тому, что... Ну я, если можно, сейчас чуть-чуть дополню. Да, пожалуйста. Это соревновательная программа. И все, кто придет, могут принять участие в соревнованиях. Но для всех желающих, которые, может быть, хотят попробовать себя в каком-то виде спорта, ощутить причастность к этому движению, посмотреть, оценить, подключиться. Свои возможности даже проверить. Просто хорошо отдохнуть всей семьей, с детьми. Будет работать около 40 физкультурных, спортивных площадок. Мини-гольф, латинские танцы, уличные танцы, роллер-спорт, скалодром и так далее, и так далее. Детские аттракционы. Очень большой спектр. Будут работать детские аттракционы. И для всех желающих, кто придет, они могут у волонтеров получить флайер с отметкой площадок, пройти, принять участие в работе площадок. Не надо побеждать, надо попробовать. Попробовать свои силы, почувствовать этот вид спорта, сделать отметочки на площадках и получить заслуженный приз. То есть известных спортсменов, мастер-классов, общения с кумирами не предусмотрено? Нет, на каждой площадке. А предусмотрено все-таки. Так, будут, да? Потому что всегда интересно такие секреты мастерства узнать. Самые лучшие, я перебиваю вас, самые лучшие спортсмены Самарской области будут обязательно принимать участие. На центральной площадке будет Татьяна Бибик, мастер спорта международного класса. Она будет проводить зарядку. Зарядка с чемпионом. Есть такая всероссийская акция. По подминтону? Нет, зарядка. А после зарядки в течение праздника она будет проводить мастер-классы. И любой желающий может прийти и попробовать сыграть с Татьяной Бибик. С чемпионкой Европы. С чемпионкой, да. Да, по подминтону ты действительно... Заслуженным мастером спорта международного класса. Да, и футболисты интересует тоже. Кто-то будет? Вы знаете, у нас примут участие очень много спортсменов из профессиональных клубов, из любительских организаций. Они примут участие и в торжественном открытии, и в процессе работы. Я хочу отметить, что всю информацию по проведению Дня физкультурника на центральной площадке, на площадках в 9 районах города Самара, можно найти ВКонтакте, в группе День физкультурника. Там подробно по часам есть вся программа. Также программа размещена на сайте Министерства спорта Самарской области, на сайте Центра спортивной подготовки, на сайте... При желании программа можно... Даже на городских сайтах, я думаю, тоже. На сайте спорта, метафизической культуры спорта города. Если кто-то не владеет интернетом, звоните. Скажите, пожалуйста, занятия спортом и физкультурой – это все-таки определенное напряжение, трата сил. И как приступить к этому уже без риска, так скажем? Потому что жарко, есть, может, пожилые люди какие-то с какими-то недомоганиями и так далее. Хочу отметить... Проверочные перед состязанием манипуляции такие проведены медицинские. Манипуляции не будет, я надеюсь, очень. Я хочу сказать о том, что площадки, представленные на Дне физкультурника, будут разнообразны. И не только для ребятишек, молодых людей, но и для старшего поколения, для среднего. Это будет группа скандинавской ходьбы проводить, группа йоги. И будут различные активности для более старшего поколения. У нас будет работать еще два центра. Это будет работать центр медицинской профилактики, выставляет свой центр областной. Можно будет прийти, получить консультации по состоянию здоровья, по возможной и необходимой физической активности. Будет работать также палатка спид-центра. Там можно будет получить различные консультации и сдать экспрессионализ. Потому что тема здоровья и спорта, они, конечно, неразрывно связаны. И вот вы сказали, скандинавская ходьба, ведь важно еще правильно ходить. Я не просто взял, как они называются, полочки в руки и пошел. Да, там есть методика. И я хочу поддержать наших коллег. Совсем недавно проводился проект. По месту жительства были организованы тренировки по скандинавской ходьбе. Эти же представители общественного движения, доброходы, будут работать на центральном праздновании. И я думаю, что проект мы будем продолжать. Как приятно, когда вот такие виды спорта, казалось бы, не требующие большой физической нагрузки, внедряются. И все чаще-чаще мы видим этих людей, которые этим увлекаются, приносят пользу. Да, и, кстати, очень много на улице города стало. Надо вечером выйти на улицу или рано утром и увидеть то количество людей, которые с большим удовольствием и ходят, и бегают. А йога? Вот знаете, где-то за рубежом можно видеть и на пляжах люди медитируют и занимаются. У нас это еще не так востребовано и популярно, мне кажется. Или еще стесняются люди? Нет, у нас есть организации, которые занимаются йогой. И в этом году, так и в том году, впрочем, мы предоставили площадки на территории парков, набережной для бесплатных занятий йогой. Потому что возможности-то есть. Пляж, парки, пожалуйста, занимайся. Вот этот образ жизни, да, многие, наверное, и стесняются выйти, показать себя. Потому что когда ты умеешь и правильно бежишь или лежишь с палками, одна ситуация, да, выйти попробовать, есть какой-то элемент стеснения. Но хочется сказать, дорогие жители, не стесняйтесь, приходите, и все получится. И как раз вот такие массовые мероприятия, они подталкивают людей выходить. Один раз вышел вместе, а потом вышел и вдвоем, и втроем, и один, и уже не будет такого стесня. Это как раз, да, большая группа единомышленников, где можно найти и отклик, и применение себе по силам, и форму, и методы физической. Но вообще Самара, нужно сказать, становится таким претендующим на спортивный такой город любителей физкультуры. Потому что видно, что и велосипедисты, и бегают люди, и ходят, и плавают, и играют в футбол, и пляжные, и такое, и такое. Это действительно такая тенденция хорошая. Но скажите, пожалуйста, вот если массовый спорт водить уже во дворы, с чего начинается, в принципе, все развитие? Это трудно организовать? Вот поставить калды, да, она называется, или еще какую-то спортивную площадку, элементарное поле сделать, футбольное? Вот какой механизм отработки? Вот много желающих в своем именно дворе это сделать. Вот как это сделать? Ну, на самом деле, да, правильно вы заметили, что какой-то всплеск физкультурной жизни происходит в городе. Но это я в первую очередь связываюсь с тем, что у нас в городе за последние годы построено более 60 спортивных площадок, именно общедоступных, современных. Большинство из них, конечно, расположены на территории образовательных школ, но, тем не менее, они общедоступны, и для организованных групп специальные занятия проводят тренеры по месту жительства. Вот этот институт еще действует, да, потому что его ввели вот несколько лет назад, и, казалось бы, ну вот будут тренеры-общественники, немножко поработают, и все это, как обычно, происходит загаснет. Это как раз основной элемент работы по месту жительства, и вот Самара, да, один из немногих муниципалитетов, где этот институт, скажем так, недавно возродился, и сейчас сохраняется, потому что важно. При поддержке правительства большой пул спортивных объектов за последние пять лет построен в городе, достаточно большое количество спортивных площадок, но именно организация работы, привлечение населения по месту жительства, это, конечно, основополагающий момент инструктора. Плюс хочу отметить такой положительный опыт города, это проведение тренировок в рекреационных зонах, в парках, на набережной, это все социальные партнеры, наверное, которые работают на территории города, и фитнес-клубы, и общественные движения, они с удовольствием выходят работать. Ну, они свою работу популяризируют, да, свои центры и так далее, да, это очень важно. ГТО, ты уже оправдала себя, тоже не так давно его возобновили, и, казалось бы, ну, подумаешь, это уже там было, и никто, наверное, не захочет владеть этими значками и проверять свои там физические способности, возможности. Это востребовано? ГТО? Да, это очень востребованный формат, да, такой физкультурно-спортивный комплекс всероссийский, готов к труду и обороне. И, конечно, одиннадцатиклассники, получая знак ГТО, получают дополнительные баллы к ЕГЭ. Поэтому для ребят, наверное, это важен определенный такой материальный бонус, материальный дивиденд. Но хочется отметить, что взрослое поколение, которое помнит ГТО, с большим удовольствием идет выполнять нормативы. И настолько приятно, когда вручали знаки вот в начале этого года взрослым дедушкам и бабушкам, я бы даже сказал так, 76 лет, 72 года, кто выполнил нормативы, ну, глаза светятся просто большой радостью и счастьем. Тут, наверное, важна внутренняя мотивация и, конечно, самое главное, эту мотивацию помогать в людях воспитать. Дмитрий Ольгин, 12 августа, кстати, состоится на центральной сцене награждение значкистов ГТО, которые в 2017 году выполнили нормативы. Ну, вот мы все их и увидим. Ну, далеко не всех, далеко не всех, но вот определенную группу мы наградим на центральном праздновании. Скажите, пожалуйста, что происходит с массовым спортом? Им интересует такой вопрос. Какой спорт самый массовый в Самаре? Ну, и, может быть, в других крупных городах нашей улицы? Ну, для этого есть статистические данные. Да, вот даже по статистике интересно. Самый массовый – это, конечно же, футбол. Да? Конечно, да. Ой, ну хорошо, что ты. Мы такая одна из футбольных столиц. Очень большое количество, самое большое количество занимаются футболом. Это в форме статистической отчетности те, кто систематически занимается в клубах, в объединениях, в организациях. Ну, еще большее количество, которые занимаются на любительском уровне, да? Вот собираются на предприятии и между собой играют в футбол в качестве. Но самое главное, самое главное, то, что сейчас наши жители четко понимают. Занятие физической культурой, активный образ жизни, он повышает здоровье, он повышает именно качество жизни. Да, да, да. Да и хороший досуг – это замена всем вредным привычкам. А насколько у нас возможности широкие для того, чтобы развивать этот массовый самый вид спорта, насколько он доступен и возможности. Вот видите, где вот эти футбольные поля, площадки, где можно им заниматься? Это все реально, доступно и нормально. Ну, больше 60 площадок сейчас на территориях школы. Они общедоступны. Это футбольные площадки с искусственным покрытием, да. Если собирается какая-то организованная группа для занятий, обращаются к директору школы, директор школы… То есть при желании все это можно сделать без проблем? Так это и работает, да. Это работает. Ну, конечно, есть определенные проблемы для того, чтобы удовлетворить весь спрос. Весь спрос. Конечно, нужно еще много объектов, и у нас большие перспективы в этом направлении. И правительство, конечно, поддерживает эту деятельность. Очень большой пул объектов не только в Самаре, по всей области строится. Ну, и город Самара, конечно, обращает внимание. И сейчас один из приоритетов создания условий в рекреационных зонах, в парках, тропы здоровья. Ну, вот в ближайшее время в загородном парке планируется спортивная площадка. Да, как хорошо, что сменился этот тренд установки церковных каких-то вот… Вы знаете, наверное, и духовная составляющая очень важна, но самое важное, чтобы в парк могли прийти люди и получить хороший заряд не только от природы, но и от возможностей активного отдыха, конечно. Да, да, активного физического отдыха. Так мы плавно перешли к теме подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018-м. Привыкли говорить в 2018-м, но на самом деле это уже вот следующий год, и уже вот практически… Ну, у нас второй по массовости волейбол. Понятно. И все-таки хотелось бы уточнить, какие основные задачи стоят и перед министерством, и перед департаментом, перед этим важнейшим событием. Вот на что вы настроены? Сейчас работа как строится? Ну, наверное, технические аспекты подготовки к чемпионату мира мы обсуждать не будем, да? Да, да, да. Но город, принимая чемпионат мира, это лицо всей нашей России, в том числе, да, Самара. И, конечно, это актив болельщиков, это гостеприимство, это просто популяризация футбола и формирование вот такого позитивного настроя наших жителей. Очень важно, что на самом деле чемпионат мира, он дал региону большой толчок развития. Очень большой толчок развития. И самое главное, что развитие не только материального, но и изменение сознания наших и молодых болельщиков, и взрослого населения. Поэтому вот основной приоритет это... Да, от города, ведь город будет принимать, вот что зависит. Ну, наша главная задача это популяризация футбола. Кроме общей координации вот в рамках своих полномочий, департамент спорта главной своей задачей видит это популяризация футбола. Поэтому... А как вы можете просчитать, становится он популярнее, вот какие-то индексы массовости, участия, интересы должны существовать, замеры какие-то, да, вот, проводить социальные? Как можно... У вас задача популяризировать, а как можно это подтвердить? Ну, кроме официальных соревнований, которые у нас проходят в городе, это более... Это чемпионаты первенства города по 10 возрастным группам, самый большой чемпионат среди всех городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Это тоже хорошо показательство. Мы проводим соревнования в этом году, вот, в рамках подготовки к чемпионату мира, стала традицией проводить такой фестиваль «Футбольная Самара». «Футбольная Самара» — это фестиваль, к которым представлены различные категории населения. В частности, вот, вот, совсем недавно, 6 августа завершился этот фестиваль. Мы провели соревнования среди девушек, среди работников исполнительной власти, среди трудовых предприятий, среди болельщиков. Понятно. А лето с футбольным мячом продолжает? Ну, вот, я хотел сказать пример лето с футбольным мячом. Потому что тут на слуху даже уже до такой степени стало традиционным. Лето с футбольной проект и просто показатель, что в нем принимает участие около 40 тысяч детей. Представляете, вот какой охват и какая масса. Да, ну, это вот эти цифры уже радуют. При этом девочки по двум возрастным категориям, девочки очень активно стали играть в футбол. В футбол, на самом деле, популяризация настолько идет быстрыми темпами, что... Вы это ощущаете, да? Ощущаем в том, что даже... Потому что вот обывателю сложно вот судить, да, вот, ну, популяризацию... А как вот, если человек никогда не смотрит... Очень большое количество команд заявляется на любительские на искусственные мероприятия. На любительские, да, мероприятия. Очень большое количество. Различные категории. Это команды трудовых коллективов, это команды по месту жительства. Это вот... Ну, замечательно. Особенно перед таким событием... Дворовая лига у нас большая. Дворовая лига в Самаре идет, в Сольятти очень большая. Замечательно. Ну, а как говорится, не футболом единым. Совсем недавно прошел легкоатлетический кросс Соколь-Егоры. И тоже, как оказалось, это очень массовое мероприятие. Давайте посмотрим сюжет, и потом будем завершать беседу. Первый летний кросс Соколь-Егоры собрал почти 300 участников. К забегу готовятся взрослые и дети от 12 лет. Этот забег – продолжение зимнего соревнования лыжников, которое проходит в Самаре каждый год. Основная подготовка лыжников летом – это вот как раз бег по пересеченной дистанции. В этом году мы решили провести дистанцию на 3, 5, 10 километров. В следующем году мы хотим уже сделать дистанцию полумарафонскую. И хочется поблагодарить Федерацию лыжных гонок, которая инициировала проведение легкоатлетического кросса не по улицам города, а именно в лесу. Трасса живописная. Участники бегут по лесным просекам в окрестностях Соколь-Егор. Первыми стартуют дети на короткие дистанции, затем по нарастающей. Длиннее трассы – больше возраст. Есть и специальная категория – ветераны, но назвать так этих бодрых людей язык не поворачивается. Замзамья Абушаева приходит первой. Всю жизнь она со спортом на «ты». Отлично. Возрастная категория такая добродушная. Трасса очень отличная, рабочая трасса. Ну и бежал, естественно, маленько тяжеловато. А так я рада. Спасибо, что такие соревнования организовали, проводят. Они нужны. Самый длинный забег на 10 километров, самый массовый. Перед стартом ветераны советуют. Главное – не начинать слишком быстро, иначе закончатся силы. Леонид Кожаев испытывает себя на прочность регулярно. В своем поселке тренирует детей по футболу и легкой атлетике. Я иногда пробегаю по парку, по своему поселку и вижу, что с каждым Новым годом больше детей занимается спортом, больше бегает, играет в футбол. Неважно. Больше стали заниматься спортом, и мне это нравится. Участников подбадривают болельщики, освежают водой и снова в путь. Этот год оказался богат на события для любителей спорта. Космический забег, фестиваль королевы спорта на набережной, кросс-соколье горы и впереди марафон на кубок главы города. Да, конечно, смотришь на такие кадры, душа радуется. Вот в конце сюжета было заявлено, что кубок на приз главы города, да? Нет, это будет открытый самарский легкоатлетический марафон на кубок главы города Самары. А что это? Кто может принять участие? Когда это приблизительно будет? Это будет 20 августа 2017 года. Ожидаем большое количество участников, больше около 2000 человек. Уже сейчас более 50 регионов со всей России подают заявки. Хороший призовой фонд сейчас формируем для победителей. Уникальная набережная. Это привлекает все организаторы соревнований, которые прошли на различных марафонах по всей стране. Последний марафон был «Белые ночи» в Петербурге. Наш марафон там тоже был представлен, включен национальное беговое движение. И вот это пробежаться вдоль набережной, вот это вот, и сразу же искупаться после марафона, это очень... Да, немногие себе могут позволить вообще. Не то, что немногие, а редкость. Такой набережной гордился, конечно. Не просто так. И поэтому День физкультурника будет проходить именно там. И хочу отметить, что День физкультурника начался уже месяц назад. На полевой, на пляжной зоне работает площадка Центра спортивной подготовки «Спорт во всем». Туда можно прийти, попробовать свои силы. Там очень большая программа на весь день расписана. Проводятся открытые мастер-классы, проводятся открытые тренировки. Даже вечером художественный фильм можно посмотреть, сидя в удобных креслах. Вот такая интересная программа. Мы всех желающих приглашаем посетить эту площадку. Она прямо на пляжной зоне находится. Она будет работать в том числе и в День физкультурника. И хочу еще раз всех пригласить. 12-го числа к 11-ти часам Чкаловский спуск всей семьей. Приходите. Ну а кто не сможет на центральную площадку? Приходите по месту жительства, свой район. Да, в каждом районе это будет организовано и отмечено. Но концерты и салютов. У общегородских. Конечно, это не тот праздник. Концерты и салюты, я думаю, что со временем будут в этот праздник обязательно. Здесь совершенно другое удовольствие получаешь от участия твоего в физкультуре, в спорте, от занятий. Ну я надеюсь, что мы придем к тому, что это будет большой праздник на весь день, а может быть и фестивальный формат на несколько дней. Потому что набережная Волги для города стала уже таким местом притяжения больших фестивалей. Да, раз такие возможности есть, конечно, это нужно использовать. Ну что ж, спасибо большое за то, что вы делаете, за вашу работу по организации этого самого массового, будем считать, праздника, в котором, надеюсь, горожане примут участие с удовольствием. Напомним, что он состоится 12 августа. Всего хорошего. Приглашаю всех. Спасибо вам огромное за освещение этого праздника. До свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok